всем привет мои дорогие друзья мы с вами продолжаем проходить амнезия призрак прошлого собственно в предыдущей части мы раздобыли вот эти самые стержни а также нам нужно каким-то образом починить поднимающий механизм для лифта и нам я чувствую нужно отправляться куда-то в кабинеты но для этого нам нужно еще вернуться назад она здесь поджидает один очень страшный товарищ давайте как-то пытаться пробраться мимо него все блин осветил на свою голову так делом я его не вижу тихо дело тут он только бродит лишь был не оказался где-нибудь он там куда я как раз и иду не очень хочется честно с ним сталкиваться предыдущей части у нас уже один один раз убил нас надеюсь этого не повторится там не видно пока тихо вроде бы его не видно тихо 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 ой ёшкин пистолет да чтоб тебя уйди от меня зараза уйди ухата боже бэжим бежим 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 а нет мы не убежим от него я понял беги 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 дай не убеги Сундук Герберта был обвязан веревкой, замок был сломан, воры, подумал он. Вряд ли там что-нибудь осталось учитывать, через сколько рук он прошел. О, пьема у нас нету, да? И это плохо. Блин, и пилючит нас еще неслабо. Вроде бы пустяк, Соник от Солнца, но в пустяне без него долго не протянешься. Выглядит по-идиотски. Лучше быть смешным, чем мертвым, уверяю вас. Это да, это несомненно. Тебя здесь, кажется, не было, товарищ. Я тебя здесь не помню. Ладно, будем считать, что все в порядке. Ну что ж, та правая дверь ведет в кабинеты, а левая куда-то еще. Давайте сначала сходим налево, посмотрим, что там. Что это у нас, гостиная. Возможно, они правда взаимосвязаны. Он поставил чашку на блюдце и взял сферу в руку, словно яблоко наблюдается странными изменениями. Дневник пропал. Какой черт он нам понадобился. Кто-то откуда-то украл дневник, как я понимаю. Так, давайте осмотримся сначала, прежде чем читать записку. Потому что в этой игре нельзя быть уверенным, что ничего не произойдет после того, как возьмем предметы. Так, вот здесь масло шикарное. Нам очень нужно масло. С ним у нас беда полнейшая. Ладно, хоть светло здесь уже радует. Ладно, давайте почитаем записку. Надеюсь, ничего плохого не случится. Второе июля, 1839 год. Сегодня получил письмо из Алжирского губернаторства о судьбе экспедиции Герберта. Через неделю после моего возвращения Абдулла, один из наших наемных, пришел из пустыни. На нем были тяжелые раны, словно от когтей льва. И он бессвязно бормотал, что нечто ужасное напало на экспедицию. Французы немедленно отправили туда поисковый отряд. Через пару дней они обнаружили лагерь, но никаких следов Герберта или его людей там не было. Завтра я пойду в таможенное управление и заберу вещи, оставшиеся в лагере. Чертовщина какая-то. Что там могло случиться? Действительно все странно, с учетом этой поездки в пустыню. Эта сфера, которую Дэниел нашел тогда. И вообще все остальное тоже не совсем понятно. Так. Ого. Нет, я не хочу это брать. Именно сейчас я это не хочу брать. Блин, я то закрыл. Ладно, ничего нету. Никто из нас не выпрыгнет. Не. Крахмаленные воротнички. Просто я боюсь, что сейчас, когда возьмем этот лом, на нас выпрыгнут откуда-нибудь. Ну, не выпрыгнут, конечно, но придут. Могут прийти. 3 июля 1839 год. Сегодня я забрал вещи Герберта. Перерыл гору документов, что были у него с собой, и нашел отчет об экспедиции. Там были и сухие заметки, и красочные описания некоторых событий. Я пролистал отчет, пытаясь узнать, что произошло. 17 мая, в тот день, когда я был заперт в зале со сферой, Герберт написал. Даниэля вытащили примерно через час. Невозможно, ведь я начал задыхаться уже через пару минут. Как я мог продержаться там час? Я продолжил читать. Герберт обычно писал сухо и без эмоций, но вдруг в его записях стало чувствоваться отчаяние. Наемные, которых он отправлял на исследование гробницы, похоже, постепенно теряли рассудок. Арабы стали безумны, и Герберту пришлось пойти на крайние меры. В итоге он сам спустился в гробницу и вынес оттуда сферу. Не понимаю, как такое возможно. Если сфера у него, то что за осколки у меня в кабинете? О, вот это уже вопрос интересный, однако. Так, слушайте, давайте попробуем сюда сходить, может, посмотрим. Ага, так, я так чувствую, что тот лом нам как раз и понадобится. Да. Рэта нам тонко ей намекнули. Ну ладно. Кто не рискует, тот не пьет. Фух. Счастье какое. Я же думал, что что-то произойдет. Так. И... О! Ключ. Только бы он был на месте. Гостиный спрятан важный ключ. Ну хорошо, давайте искать. Слава богу, он здесь. Похоже, тайник действительно неплохой. Вот с ключом явно что-то связано будет, поэтому давайте сначала осмотримся. Ой, ёшкин, я же говорил. Блин, я даже ключ не успел взять. Чуть-чуть приоткроем буквально. Здесь он нас не увидит так. Тут никого нет, уйди. Уйди, бабай. Ой-ёй-ёй. Блин, ни черта не видно. Черт с ним. Так, фух. Кажется, бабайку ушел. Так. Ладно, давайте возьмем ключ. А, он еще и в баночке. Замечательно. И теперь почитаем. Четвертое июля 1839 год. Я собрал сферу. Ночью меня разбудил кошмар. Я был весь в поту и дрожал, как осиновый лист. Я пошел выпить чая. Осколки по-прежнему лежали на столе. И тут каким-то образом я понял, как их собрать. Я взял смолу, которую приготовил для склеивания, и соединил их безошибочно. Сфера получилась именно такой, какой я ее запомнил. Смола даже была не нужна. Собранные осколки вытолкнули ее из щелей и соединились сами собой. Древний артефакт теперь лежит у меня на столе. У него безупречно гладкая поверхность и идеальная форма. Все это очень странно. Несомненно. Только вот этот каркозябр теперь нас будет преследовать. Возможно. Профессор Тейл пал второй жертвой его любопытства. Так. Ох ты. Вау. Нет, нафиг. Так, я помню, конечно же, где находится машинное отделение. Оно там слева. Но нам нужно что-то было забрать еще из кабинета, насколько я помню. В общем, нам что-то нужно было в кабинете, насколько я помню, по запискам. Странное письмо напугало его. Оно было единственным, которое дало хоть какую-то надежду. Там на записи просто не видны загрузочные экраны. Хотя иногда они появляются резко. Поэтому я стараюсь читать то, что здесь написано. Так, пойдемте туда, где открыто вначале. Ох. И тут все перевернуто вергнул. Тоже кто-то что-то искал. Так, это все не то. Блин, и здесь ничего нету. О, боже, эти звуки. Как я их ненавижу. О, как там тебя? Один товарищ называл Стефана. Ладно, не будем воровать идеи. Но идея была хорошая. Ладно, пойдемте отсюда. Здесь вроде бы больше ничего нету. Ни полезного, ни бесполезного. Точнее, комната полна всяких бесполезных вещей. Полезного здесь ничего нету. Кто у нее здесь есть? Вроде бы нету. Так, надо что-нибудь зажечь. О, шикарно. И вот здесь вот, пожалуй, все. Не осталось ничего. Все пропало. Что? Ты меня не пугай, Дэнил. Так, очередная записка. Давайте посмотрим на наличие еще каких-нибудь полезных предметов. Будем методически все обыскивать. Потому что в этой игре явно без этого не обойтись. Нет, ничего нету. Ладно. Раз больше ничего нету, значит, можно почитать. Письмо о сфере. Моему самому верному ученику и другу, Ягану Вейеру. Когда этим летом я путешествовал по лесам Пруссии, произошло воистину удивительное событие. Я наконец-то нашел одну из сфер, которой еще уже 20 лет. Она и вправду непостижима, как Гелиодромбус писал о ней в своей работе Хортос Консулсус. Конклусус, извиняюсь. Я плохо читаю. На мертвом языке. Ну ладно. Как мне и сказали, неземной артефакт украшал купол подземного храма Митры. Сфера достаточно велика, чтобы заполнить сложенной чашей ладоней, а ее поверхность гладкая и ребристая, окраска более чем богатая. Едва ли слово «контраст» может описать ее вид. Это невозможный предмет. Парадокс, созданный из камня. Я становился в деревушке. Альштадт неподалеку изучает древнюю тропу. Я обнаружил пещеру. Я вошел внутрь и внезапно понял, что загадочные артефакты действительно существуют. Все это правда. Ты понимаешь? Надеюсь, что это важнейшее открытие в моей жизни. Но я страшусь его больше всего. Войдя в подземный зал, я ощутил, что вторгаюсь в запретное место. Мое любопытство подавило страх, и я забрал сферу, а затем выбрался из пещеры и пошел по лесу. Я чувствовал, что за мной следует нечто. Рычание установилось все громче, оно приближалось. Этот зверь, страш сферы, неоступно следовал за мной. Я побежал в ущелье неподалеку, где наткнулся на пару рыбаков возле озера. Я пытался их предупредить, пробегая, но они не вняли мне и остались сидеть у озера. А я удирал со всех ног. Услышав эхо их криков, раскатившиеся по долине, я ощутил невероятное облегчение, полагая, что меня пощадят. Внезапно меня охватило голубое сияние, цвета поблекли. Я продолжал бежать через лес, деревья почернели, листья стали серыми, земля утопала в темной воде. Я бежал по полотистым землям. Когда исчез последний луч солнца, поднялся ветер и начался дождь. Я слышал мольбы о помощи вдалеке и тоже закричал от страха. Затем урохнул на землю, жадно глотая воздух. Это кажется невероятным, но я перенес ее на много миль через Сиальпы на поляну возле Генуи. Страш отнял у меня сферы, но я страшусь его возвращений по сей день. Иногда я не сплю по ночам, слушая тот вой, что раздавался позади меня. С тех пор прошло уже почти 10 лет, а я так и не нашел в себе силы написать об этом инциденте. Во время нашей последней встречи ты говорила мне, что занимаешься исследованием этих легендарных сфер. И я понял, что должен сказать тебе правду о моем виде в Вальштадт. Ты учитель и друг Генрих Корнелий Агриппа. Да, слушайте, с этими сферами очень много связано, и Чирпобери далеко не одна сфера существует. Возможно их, наверное, как минимум штуки две или три. Одну нашел у нас Дэниел, вторую нашел другой товарищ. И у меня почему-то ощущение, что есть еще одна. Так, никого нету? Чего? Чего, подвинемся. Не люблю я длинные коридоры в ужастиках, серьезно. Ой-ой-ой. О-хо-хо. Ага, так, ладно. Вообще, по идее, его можно чем-то разбить, я понял. О, там трутница, а вот стоит ли оно того просто. Ну ладно, давайте посмотрим. Песик, ты не отживешь, надеюсь? Или он кролик? Я же всего боюсь здесь. Нет, фиг с вами, я не хочу их трогать, я не хочу к ним подходить даже. Посмотрим, что можно с тебя взять. Глезновато. Нужно было наточить его. Я чувствую его. Вещество тут есть. Офигеть, этот товарищ занимался тем, что убивал собакой. Из них какое-то вещество доставало. Что за хрень? Что делаем? Ну все, определительный аппарат. А! Боже, неужто он еще и людей препарировал. Через собаки. Слушайте, боюсь, что он и занимался изучением анатомии не только собак. Я тебе не доверяю, манекен гребаный. А уж тебе вот тем более, после гребаного кондемна я вообще не доверяю манекену. Так, ладно, ты в нас не двигаешься. Вот тебя. Блин, не попал. Стол, помогай. Хейт! Ладно, вроде... Вроде спокойно себе стоит. Пускай дальше стоит. Ой-ой-ой! Блин, игра, что ж ты меня пугаешь-то? Да, не зря я боялся, что этот гад изучает анатомию не только животных. Хейт! Ладно, давайте почитаем, что у нас тут. Трудности с анатомией. 9 января 1658 года. Вновь разочарование. Последние находки антиквара оказались бесполезны. Я все еще не в силах постичь внутреннее устройство живых организмов и его связь с той энергией, что я ощущаю. Буду вновь читать книги. Но подозреваю, что толку не будет. Исследований, подобных моему, никто не проводил, так что придется мне самому заполнить эту брежь науки. Очевидно, что люди выделяют больше нужной мне энергии. Но, надеюсь, животных будет достаточно. Их куда легче добыть. Ну, нафиг. Нет. Какого черта, блин? Ну, ладно. Пойдемте. Не хочу здесь находиться больше. Пробирает, однако. Я вам скажу так. Ладно. Тут много еще чего осталось-то. А, видимо, здесь больше ничего нету, да? Ну, ладно. Возможно, кстати говоря, имелось в виду кабинеты еще и гостиные. Еще и гостиная. Надеюсь, что это так. Потому что больше здесь ничего нету. Так, вроде бы тихо. Мы везде побывали. Двери закрыты. Значит, можно спокойно выходить. Ну, что ж, пойдемте в машинное отделение. Он пролистал книгу о монархах и в поисках иллюстраций. Считал. Девять королей из разных стран Европы были изображены с державой в руке. Так, давайте посмотрим. Труп, я тебя это... На лестницу же бросал. Ладно. Не обращай внимания. Так. Масло сюда закинем. Что у нас есть, собственно? Ключ от машинного отделения. Два стержня. Ручная тряля. Полуигра и полуигла. Вообще, нам нужно было найти третий стержень. Он написано было где-то в кабинетах находится. Но я его найти не смог. Это странно. И, кстати говоря, я, кажется, знаю, чье это там было. Тельце. Скажите, Герберт, как вы узнали про это место? Старый друг Валжири надал мне карту. Почему он не пошел вместе с нами? Он хотел пойти, Даниэль. Но мы не всегда получаем то, что хотим. В общем-то, помните, когда мы выбрались вот оттуда, здесь лежал труп. Возможно, как раз тот кусочек тельца и было когда-то тем самым человечком, который тут валялся. Собственно, поехали в машинное отделение. Возможно, мы найдем где-то этот третий стержень. Он тяжело дышал, пытаясь не сорваться на крик. Медицинский шкафчик был перевернут и лежал на полу. Он протянул руку через разбитую стеклянную дверь и схватил все успокоительное, какое смог найти. Ох, вот это место мне уже напоминает новую амнезию, если честно. По крайней мере, своими трубами. Чего? Так, что у нас здесь есть полезного? Это не так. Неправильно. О-о-о-о, ясно. Нам еще предстоит много чего разгадывать. Потому что без понятия в таком порядке вот это все дергать. Ладно, может, тут здесь подсказка есть. 5 июля, 1839 год. Сегодня я ходил в университет в поисках ответов. Я был в кабинете Герберта и нашел его записную книжку и пару полезных книг. Профессор Тейлор с исторического факультета был очень любезен и многое объяснил мне. Удивительно, но эти легендарные сферы оставили на нашей культуре неизгладимый след. Похоже, они стали основой шарообразной державы, символа власти множества царских династий и в наши дни. А в древние времена сферами владели жрецы. Они считались символом солнца и могущества. Уходя из университета, я услышал ужасную новость. Прошлой ночью был убит геолог сэр Уильям Смит. Всего пару недель назад я был у него в гостях. Глупо, конечно, но меня не покидает чувство вины. Так, нет, здесь подсказки у нас нету. Что дергать и в каком порядке, непонятно. Ладно, не будем, оставим пока это дело. Я думаю, что потом нам дадут знать, каким образом это дело поворачивается. Хоть какую-нибудь подсказку. А пока же, пока что же давайте смотреть, что тут еще есть. Так, здесь тихо, поэтому откроем с собой двери, осматриваемся. О-о-о-о, сколько трудниц-то, офигеть. Я могу в них скоро вообще просто купаться. Это офигенно. Было бы только куда их еще тратить, если честно. Ну, давай. 14 июля, 1839 год. Прочел все книги о сферах. Существует множество легенд и преданий о них, но никаких конкретных данных нет. Я написал людям из записной книжки Герберта, но мало чего добиться. Однако сегодня я получил письмо, не похожее на остальные. Оно было от прусского барона. Он не писал о легендах и жрецах в подземных храмах, ничего такого. Письмо было коротким. Я знаю. Я могу защитить тебя. Приезжай в замок Бренненбург. Подпись Александр. Защитить меня от чего? Я что, в опасности? Я посмотрел, где находится Бренненбург. В лесах Пруссии, недалеко от Балтийского моря. Это короткое письмо вызвало у меня наибольший интерес и беспокойство. Написав это, я вспомнил о своих кошмарах, в которых меня зовет какой-то жуткий голос. Голос, который описать-то невозможно, словно он звучит из пустоты. Последние пару недель я плохо сплю и постоянно боюсь повторения этих кошмаров. Завтра схожу к доктору Тейту. Может, он даст мне снотворного, чтобы уснуть. Ага, вот, значит, как он сошелся с Александром. Так, вот здесь тоже я... Ага! Так, погодите, вот наверняка что-то... Вот у нас нету третьего стержня. Это плохо. Ага, тройчатый стержень. Ну, это все банально. Нам нужно будет найти где-то третий. Возможно, я его упустил в кабинетах. Памятка о деталях лифта. Внимание! В хранилище осталось только два запасных стержня для механизмов лифта. Следует заменять лишь сильно поврежденные стержни, остальные держать в нижних учебных комнатах на случай, если все треснули. Треснут одновременно. В нижних комнатах? Ну, пойдемте искать нижние комнаты. Что нам еще остается делать? А за что надеяться, что там никого не будет? Я на это очень надеюсь. Так. А вот это мне уже не нравится. Здесь я не буду зажигать свет. 17 июля, 1839 год. Как же я сразу не понял. Они все мертвы. Оторванные конечности, разбитые черепа, облезшая кожа. У меня все внутри сворачивается. Что происходит? Сэр Уильям Смит, профессор Тейлор, а теперь и доктор Тейт. Оно идет за мной. Все из-за проклятой штуковины, что я привез из Африки. Что-то преследует меня. У меня нет выбора. Придется довериться барону. Надеюсь, он и правда знает, о чем говорит. Если нет, то пожалеет об этом вместе со мной. Мне все это не нравится. Шестеренок. Три штуки шестер... Шестерней нужно найти, да? Слушайте, не зря они там были. Давайте пока. Ладно. Иди сюда, шестеренка. Ой. Так, первую сюда. Ага. И там, пока мы спускались, было тоже, по-моему, как раз две шестерни. Сейчас бегаем за ними. вот вторая. И вот, давайте посмотрим, где-то третья была. Это я точно помню. Она нам нужна. Чтобы просто не бегать по несколько раз туда-сюда. Сейчас все заберем. и за раз донесем. Так, где-то была третья. Третья шестеренка где-то... Я вроде бы видел ее, только где. Это плохо то, что я не помню. Это же может мне чудится. Вполне возможно, что мне чудилось. Тогда это плохо и неприятно. Так, давайте посмотрим еще в этой комнате. Может, здесь я ее видел. Да, вроде бы нет. А, нет, нет. Я все правильно помню. Помню, что видел. Две шестерни еще до этого. Вперед. Вторая пошла. Надеюсь, они не треснутся от такого небрежного обращения с ними. Блин, труба помешалась. Вперед. Так, ладно. Теперь ставим так вот сюда и вот сюда. так, что это у нас? Так, чего-то не хватает у нас, да? Чего-то не хватает. Возможно, ремень какой-то или еще что-то. Возможно, стоит туда что-то кинуть. Дайте, пока все зажжем. Пожалуй, здесь вроде бы никого нет. поэтому можно все и трутницей светить. Ага, уголек. мухи-то откуда здесь? Здесь же убыль только. трутница. трутница и больше ничего. Стержней нету. Блин, слушайте, видать, видать, где-то я пропустил стержень. Будьте, копайся. Или не надо копать? А, вот есть кусок угля точного. все, вперед. Так, это сюда. А давайте еще набросаем пару кусочков угля. Хотя, одного, я думаю, хватит. Более чем. Так, открываем. А я что, не уголь что-ли положил по-вашему? Еще что-ли уголь нужен? Ну, ладно. Значит, видимо, я был прав, что нужно больше. Может, на этот раз сработает? Во! Шикарно! Так, работает. Еще поработать над оборудованием. Я так чувствую, что это нужно те стержни и что-то еще сделать. Либо же я дурак. Давайте почитаем. Может, есть что в записках у нас? Это все грустно. А, уже не включается. Ну и ладно. А вроде бы больше тут ничего нельзя сделать. Ладно, пойдемте искать третий стержень. Так, давайте поищем оно где-то должно быть то ли в дневниках, то ли где-то еще. Нет, назад записи. Химический эксперимент. Это не то. Памятка о деталях лифта. Нет, это не то. Вот, запасной стержень. При отсутствии всех трех стержней в кабинетах есть один запасной, который можно использовать при поломке лифта. Используйте его только в случае крайней необходимости, если нет возможности воспользоваться стержнями из хранилища. Придется искать его. Ну, пойдемте. Что я еще могу сказать на это? Только как я его мог там пропустить? Сэр Уильям Смит был отмечен. Он не мог знать, что молодой человек, заходивший вчера, отбрасывал луну. Блин, я не успел. Не успел прочитать. Ну, и ладно. Ладно, тут никого нету больше вроде, да? Те, кто может нам навредить. Крепинет. Он пролистал книгу о монархах. А, нет, мы это уже читали. Про девять королев, которые держали державу в руках. Так, тут никого не было, это я помню. Только где стержень? По идее, он должен быть подсвечен, черт побери. Но он нифига не подсвечивается нигде. Или же я дурак. Что тоже вполне может быть, но тем не менее. я знаю, что это дурацкая идея, но тем не менее. Ну, да, мы все собрали, это понятное дело. Ладно, пойдемте смотреть в каждом из кабинетов. Еще раз все осматривать. Где-то должен быть запасной стержень. Где-то. это черт побери основная проблема. Потому что я без понятия где он может быть. Тут тоже его нету нигде. За окном его нету. На стеллажах я тоже его не вижу. Под ними то же самое. Нет, ничего нету. Ладно, пойдемте дальше смотреть. Паутина одинокая. Так, слушайте, а может быть и не зря это было показано и... Ох ты! Блин, эта тьма окружила вообще все пространство. Слушайте, да, не зря я сюда решил сходить. Ой, как не зря. И как я это мог пропустить? когда же настанет мой черед? Неужели я не был терпелив? Я ждал веками. Там, откуда я пришел, не ступала нога человека, но я присмыкался пред тобой. Я столько сделал для тебя, не получая ничего взамен. А, гриппа, я верил тебе. И по всем законам справедливости в тебя врата должен был войти я. что за врата такие интересные? Бэшка. Голубое сияние. Так, ладно, это пока использовать не будем. Инструкция к механизму лифта. О, вот это нам не хватало. Если лифт снова сломается, создайте нужное давление в правой машине, прежде чем выпускать пар в устройство лифта. Устанете рычаги, чтобы достичь нужного уровня давления в камерах. Манометр должны показывать вверх 8, низ 8. Убедитесь, что цепь подачи пары выстроена правильно. Троичный стержень, четырехфазный стержень колебания, стержень правого цикла. Машина не может проверить правильность установки, пока не установлены стержни. Запомню, нам и не хватало как раз этого самого стержня и подсказки относительно того, что должны показывать те рычаги. сами помните, где там с цифрами были. Вот этого всего и не хватало как раз таки. Все, можно отсюда выбираться теперь. Тьма, не бушуй. Не бушуй, тьма. Так, там вроде бы никого нету. и это не может не радовать. Побыстрее сваливаем отсюда. Мы бежим в машинное отделение. Там вроде бы никого не было. Поэтому это круто. Он тяжело дышал, пытаясь не сорваться на крик. А, нет, это мы тоже читаем. Черт, мы все это читали уже. тьма наступает, прямо на пятки нам. замечательно, теперь еще и кровью все это покрыто. Эта чертова фигня прикрывает нам путь туда. А, нет, нам туда не нужно, мы оттуда пришли, по-моему. но тем не менее она нам мешается. Так, ладно, сюда она хотя бы не добралась уже хорошо. Странное письмо напугало его, оно было единственным, которое дало хоть какую-то надежду. Так, вверх восемь, вниз тоже восемь, даже на БД. Так, здесь у нас таким образом можно. Нет, это неправильно, я уже включил. Так, давайте сделаем вот как. Сюда, сюда, восемь. Так у нас выглядит восемь. И так восемь. А так равномерный, стабильный. Замечательно. Теперь нам нужно последний стержень вставить. Вот там цикл парового, по-моему. Если я не ошибаюсь в названии. где вот это? Вот все стержни установлены. Замечательно. Ну, теперь идем запускать это чудо. Поехали. Все, оно работает. сваливаем отсюда. Ох, ты ж. Черт, тебя дерить, тьма. Нужно сваливать отсюда быстрее. Нужно сваливать, пока оно еще держится. О, йо-йо-й. Оно работает, блин. успеет, успеет. Но это мы тоже уже читали. Так, а здесь бой. Блин, черт, тебя дерить, тьма, ты. Что ж, давайте, пожалуй, на этом закончим эту серию. Она у нас получилась достаточно длинной и содержательной. Надеюсь, вам нравится прохождение моего исполнения. Ну, давайте прощаться. Я желаю вам удачи и пока.